Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Ангелина Губайдулина. Сегодня в выпуске. Югле-900. Грандиозная масштабная викторина стартовала в нашем округе. В конце февраля исполнилось 20 лет музыкальному отделению поселка Приполярный. Кубок Александра Ноктева по хоккею. Кому достался 14-й победный трофей? Об этом и другом прямо сейчас и в нашем информационном выпуске. Традиционное аппаратное совещание с главой Березовского района, прошедшее накануне в администрации, было помимо тихущих моментов посвящено прошедшей рабочей поездке руководства муниципалитета по поселениям самой северо-западной части Югры. Так Владимир Фомин отметил, что в целом в поселениях есть свои задачи, которые необходимо решать. К примеру, в Никсимболе жители интересовались вопросом обеспечения хлебобулочными изделиями в период распутицы, так как здесь закрывается пекарня. Еще одна проблема – нехватка рабочих мест, как вариант решения обеих задач создания на базе здания пекарни бизнеса. Например, открыть кондитерскую, как в Сосьве. Также глава района поделился своей оценкой обращения президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию, отметив, что уже сейчас в нашем округе разработан план мероприятий по реализации послания первого лица государства. Пошли комментарии и Государственной Думы, и Федерального собрания. В Югре разработан план мероприятий по реализации послания президента. Губернатор Наталья Комаровова провела очередное заседание правительства Югры. В его рамках глава региона прокомментировал послание президента о приоритетных направлениях развития страны на ближайшую перспективу. Президент, цитирую, прежде всего сделал акцент на защите интересов граждан. В Березовской школе искусств состоялся единый день приема граждан по личным вопросам. У жителей районного центра была возможность встретиться и задать интересующие вопросы. Руслану Проводникову, депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Владиславу Новицкому, председателю Думы Березовского района. Зульфия Каневой, депутату представительного органа муниципального образования. А также Дмитрию Чупрову, главе городского поселения Березова. Наша съемочная группа лично присутствовала на встрече и выяснила, что больше всего волнует березян. Подробности у Юлии Диасамидзе. Для Андрея Серкова, директора Березовской средней общеобразовательной школы, встреча с Русланом Проводниковым, депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа, была запланирована заранее. Руслан частый гость данного образовательного учреждения районного центра и уже не раз помогал с приобретением, к примеру, спортивного инвентаря. В этот раз визит директора школы к народному избраннику обусловлен ремонтными работами и строительством спортивного зала. С уверенной надеждой, что помощь будет оказана. Вопрос пока не решился, но мы с ним договорились, что будем держать на контроле, как только появится возможность, то он будет решен. Потому что Руслан Михайлович никогда нас не подводил, и если была возможность, если это было в его силах, он всегда делал. Руслан Проводников, в свою очередь, отметил, к нему обращаются жители района по разным вопросам. Чаще всего волнуют проблемы жилья. Когда мне говорят, что это невозможно, для меня нет такого слова невозможно. Нет желания, значит. Поэтому решить проблему можно любую. Ну, механизм разный. Стоит отметить, единый день приема по личным вопросам представители команды ЮГРЫ с избирателями. Прошел не только в Березово, но и по району в целом. Всего порядка 20 обращений. Вопросы разные. Каждого жителя внимательно выслушали. Вопросы записали. Насколько быстро народные избранники решат проблемы и просьбы, с которыми к ним обратились жители муниципального образования, покажет время. Юлия Диасамидзе, Сергей Брянцев, авторское телевидение Березово. По статистике, жертвами схода снега и падения сосулек с крыш становятся тысячи потерпевших. Особенно эта проблема обостряется с первым потеплением. Поэтому и гримские коммунальщики активизировали свою работу по очистке крыш от снега и наледи. Казалось бы, жители многоквартирных домов должны быть только благодарны своей управляющей компании. Но рабочие ЖКХ во время выполнения работ не всегда встречают понимание и поддержку со стороны жителей и особенно автолюбителей. Какие препятствия приходится преодолевать работникам ОПТВК, узнала Оксана Дятлова. Приближается весна, а с нею наступление тепла и таяние снегов. Если учесть, что нынешняя зима выдалась достаточно снежной, особенно февраль, который побил все рекорды последних десятилетий, то в скором времени стоит ожидать не только приятного таяния сосулек на карнизах крыш, но и массового схода снега и наледи. А это уже чревато несчастными случаями и даже смертельными исходами. Кстати, ежегодно в крупных городах по всему миру жертвами сосулек и схода снега становятся до двух тысяч человек. В Игриме особую опасность представляют собой металлические крыши новых трехэтажных домов, где даже несмотря на барьерные заграждения сход снега бывает совершенно непредсказуем. Металлические крыши чем опасны? Тем, что возле карниза и где-то примерно метр на кровле образуется наледь, которая не дает равномерно снегу сходить с кровли, и поэтому наледь эту обязательно необходимо удалять от наледя и снежного покрова, для того, чтобы снег потом как бы равномерно потихонечку уже сходил. На балансе местных коммунальщиков сейчас состоит 215 домов. Это почти весь жилой фонд Игрима. А это значит, что каждый из этих домов должен быть обслужен согласно перечню работ, куда входит в том числе очистка кровли от снежного покрова и наледи. Особенно актуальным это становится с приходом тепла, потому что куски снежных и ледяных масс способны причинить человеку переломы и другие телесные повреждения, а также повлечь более тяжкие последствия. Чтобы предотвратить несчастные случаи, местная управляющая компания в течение всей зимы старается проводить планомерную очистку снега с крыш и подъездных козырьков. Наряду с тем, что эти работы и так довольно сложны, трудоемки и опасны, так еще и сами жильцы создают массу проблем и препятствий. На протяжении всего периода практически через каждую неделю мы даем объявления по телевидению, чтобы не парковали автомобили возле жилых домов, потому что это считается придомовая территория, которая предназначена для обслуживания жилфонда, для того, чтобы можно подъехать аварийной технике, автомобили не убираются, припарковывается даже ближе, чем один метр к жилым домам. Вот как сейчас на Солнечном-3 мы предупреждали на протяжении недели, писали объявления, просили, никаких результатов не дало. Потом мы повесили другие объявления, чтобы им обращаться и в органы ГИБДД, и в другие инстанции. Вот сегодня, как вы видите, у нас убрали всю технику, и сегодня нам прекрасно работать. А так, в принципе, если мы запланировали эту работу, очистить кровли пожилым домам, значит, мы могли бы, например, 5-6 домов в день сделать. А так из-за этих автомобилей у нас получается, что мы неделю не можем очистить эту кровлю. Казалось бы, это все делается для блага самих жителей. Однако многим автомобилистам важнее собственное удобство, чем безопасность всего дома, его жителей и особенно прохожих, которым в любую минуту может свалиться на голову глыба льда. С какими сложностями вы сталкиваетесь во время чистки крыш снега? Машины в основном стоят. Вот такие там коляски, когда машины не убирают, найти никого не можем никогда. Подъехать не получается, почистить. Некоторые сами уберут. Некоторым ждем, ищем, чтобы убрали. Но это мешает работе? Да, мешает, конечно. Задерживает? Конечно, бывает, по часу бывает еще, днями. Тут сколько мы, неделю ездим в этот дом. Так и не можем. Вот сегодня вот, ладно. И такая ситуация встречается во многих жилых домах и кварталах. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, машина ваша стоит там, возле дома? Нет. У нас нет машины. Скажите, пожалуйста, а что вы ставите так близко? Это наш работник. Вон, объявление читали? Нет, не читал. Не видел. Почему? Да вот только поставил, сейчас заведусь будет. Приходится констатировать, что от схода снега, льда и падения сосулек с крыш страдают не только взрослые, но и дети. И такие случаи бывали и в Игриме, и это становилось большим общим несчастьем для всего поселка. Ну, а чтобы избежать беды, достаточно помнить несколько простых правил, а главное донести их детям. Во-первых, с наступлением резкого потепления нужно стараться держаться подальше от домов. Во-вторых, обращать внимание на козырьки и кровлю зданий. Ну, а если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, и тогда козырек крыши послужит укрытием. Ну, а главное, все же, это своевременная очистка крыш зданий. И работники коммунальных служб очень рассчитывают на понимание и поддержку со стороны населения в этом нелегком деле. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение Березова, Игрим. Югре-900. Грандиозная масштабная викторина стартовала в нашем округе. Участников и победителей конкурса на знание истории родного края ждут ошеломляющие призы. С инициативой проведения викторины для жителей Югры выступили. Общественная палата Югры и региональная общественная организация. Проект «Многовековая Югра» реализуется при поддержке Российской Академии наук, Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок, государственных университетов Югры, а также крупных социально ориентированных предприятий региона. Участвовать в викторине может каждый член вашей семьи, включая детей. Какой приз ждет тех, кто ответит на вопросы викторины, каков шанс получить один из множества подарков, узнали наши корреспонденты. 1593 год. Основание города-крепости Березов, который в 2018-м отметит 425 лет со дня своего образования. Практически каждый житель данной части Западной Сибири знает эту дату. Летопись Березового окрая неразрывно связана с историей образования, становления и развития Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году Югре исполняется 900 лет с момента первых упоминаний в русских исторических летописях. Этой дате посвящен большой просветительский проект «Югра многовековая», который успешно реализуется при поддержке губернатора округа Натальи Комаровой. Валентина Фарносова, председатель общественной организации «Старожилы Березово-Краевец» с многолетним стажем. К сохранению исторического наследия родного края относится с особым трепетом. Считает проведение викторины хороший повод лишний раз окунуться в прошлое не только Березового края, но и округа. Я так полагаю, каждый может в ответ на вопрос заданный порыться где-то, что-то вспомнить, какие-то архивные материалы посмотреть, книги старинные. И я так понимаю, для общего развития это очень полезно. А потом надо гордиться той родиной, тем регионом, в котором ты живешь. Это дает толчок к твоим познаниям в плане истории своего округа. Самая масштабная историко-краеведческая викторина в округе проводится впервые. В ней могут принять участие все без исключения. Дети, их родители, родные, близкие. Одним словом, все жители многовековой Югры. Такого рода мероприятие, я думаю, что тоже что-то сдвинет. И мы дадим импульс молодежи, чтобы они изучали свой край, свою родину и самое главное, любили ее. В Югре точно еще не было. Эта викторина на самом деле обратит массу югорчан к истории. Причем эта викторина не для знатоков, не тех, кто любит часами сидеть в библиотеке и будет долго и упорно искать ответы на наши вопросы. Это анкета для всех людей, для всех, кто любит свой край, для тех, кто хочет знать самые важные исторические вехи и суметь знать ответы. И самое главное, принять участие в викторине реально и просто. Всего лишь надо получить анкету, зайдя на портал открытого правительства Югры, открытый регион Югра, вырезать ее из газеты или получить у волонтеров, ответить на 10 вопросов по истории Югры и 18 марта сдать анкету волонтерам, получив уникальный номер участника. Стоит добавить, есть подсказки. В газетах, журналах, на радио и телевидении уже сейчас публикуются, выходят в эфир исторические хроники, в которых есть ответы на все вопросы викторины и еще шпаргалки в придачу к анкете. Я рассматриваю викторину как один из способов поддержания и укрепления патриотизма, любви к Родине и знаний нашего прошлого. Это одна из форм, но я надеюсь, что будут и другие формы. Чем больше у нас будет положительного опыта, тем и в конечном итоге более комфортно мы будем себя чувствовать на территории нашей Югры. Победители ждут ценные призы, главные из которых автомобиль и квартира. Кроме этого, памятные сувениры и именные визитки участников приготовлены для каждого, кто 18 марта сдаст заполненную анкету волонтерам. Имена счастливчиков будут известны уже 24 марта. Юлия Диасамидзе, Семен Игнатович, авторское телевидение «Березово». К теме прошедших праздников. В Березовском центре культуры и досуга «Звездный» состоялось торжественное мероприятие – 14-й районный фестиваль гражданско-патриотической песни «Патриот». 16 номеров сольных и коллективных, возраст участников от мала до велика. На протяжении порядка двух часов зал учреждения был наполнен музыкой. Звучали песни разных лет. Наша съемочная группа приняла участие в концерте в качестве зрителей. Об основных моментах фестиваля вы узнаете из следующего материала. «Патриот» под таким названием уже в 14-й раз прошел фестиваль гражданско-патриотической песни. Открывая мероприятие, заместитель главы Березовского района Ирина Чечеткина в частности отметила, что оно является важным этапом работы по формированию духовности и нравственности подрастающего поколения, воспитания молодежи в духе патриотизма, любви и уважения к своей стране, ее великой истории и традициям. «Сто лет в этом году отмечается Дню Защитника Отечества. С чем, мужчины, мы вас и поздравляем. Я хочу всем пожелать присутствующим здесь зале хороших выступлений, хороших песен, стихов. Мужчинам все-таки пожелать оставаться такими же мужественными, отважными. Берегите семью, берегите женщин, берегите детей. Самое главное всем пожелать, наверное, мира неба над головой, всего самого хорошего. Фестивалю «Жить», фестивалю «Быть» я желаю всем успехов». 16 номеров на сцене выступали как солисты, так и творческие коллективы из Березова и Ванзитура. «Россия, Россия, ты моя судьба, Россия, Россия, повторю я так, Россия, Россия, ты моя любовь». «Под куском бои, бои, все смешало с враги свои, а под брок, короткай, ну-ка, мы пропустим врага». «Миру мир, миру мир, миру дай небо, миру мир, миру о небо дай, миру мир, миру дай небо, небо». «А сейчас, дорогая, обними на прощание, я к тебе на дорожку прижмусь». Каждый номер был пронизан патриотическими нотами. Алексей в фестивале принимает участие впервые. Вокалом занимается с раннего детства. Участвовал в различных конкурсах как местного, так и районного уровней. Поэтому, говорит, во время выступления особого волнения не испытывал. И что подобные фестивали необходимы. «Да, это нужно проводить, потому что это поднимает патриотический дух нашей страны». Фестиваль длился на протяжении порядка двух часов. По окончании всем вручили дипломы участников и статуэтки. Теперь у каждого есть ровно год, чтобы выбрать новую песню и снова принять участие в следующем районном фестивале гражданской патриотической песни «Патриот». Юлия Диасамидзе, Роман Тягунов, авторское телевидение «Березово». В конце февраля исполнилось 20 лет музыкальному отделению поселка Приполярный. В этот торжественный день прозвучало много поздравлений в адрес коллектива от коллег, выпускников, представителей как районной, так и поселковой администрации. Подробности в нашем следующем сюжете. В нашей школе 20 лет, но ее прекрасней нет. Музыка пеет, душа красавицы. Пусть букет из наших слов станет рифрем голосов. Мы не хотим пожелать, молодой мы всегда и не старится. Слава школе музыкальной, наше ей признание. Слава школе музыкальной, и ее деяниям веба. Сценарий праздничного концерта был построен таким образом, что музыкальные номера чередовались с поздравлениями и награждениями преподавателей, труд которых был отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами главы Березовского района, комитета по культуре и спорту, председателя Тюменской областной думы. От всей души вас с праздником, 2002 год, 20 лет, это немного. Но музыкальную школу Приполярного знают не только в Березовском районе, знают в округе, знают в России, слышали в Париже, во многих уголках нашей огромной Российской Федерации. Поздравляю всех жителей, в первую очередь поселка Приполярного. Конечно же, моих коллег, а в недавнем будущем, в бывшем, вернее, в прошлом, это мои коллеги, мы с ними совместно работали, сделали много проектов интересных, плодотворных. И хочу, конечно, сказать огромные слова благодарности всем, кто принимал участие в строительстве, в ремонте, в передаче, может быть, этого здания. Конечно же, Константину Юрьевичу спасибо. Конечно же, Владимиру Ивановичу огромные слова благодарности. Конечно же, нашим дорогим преподавателям и вам, уважаемые родители. Потому что вот в эту красоту вложили свои силы все, и родители, и просто жители поселка Приполярный. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вы почувствуете, насколько вдохновлены наши преподаватели своим творчеством, своей работой, насколько детям нравится сюда ходить. И результаты они не заставляют себя долго ждать. Среди выпускников школы, а их за это время было чуть более 40, есть и те, кто продолжает свое профессиональное обучение в таких городах, как Нижний Новгород, Ханты-Мансийск, Воронеж. А вообще, воспитанники данного учреждения систематически принимают участие во всех районных и окружных конкурсах. Некоторые из них даже побывали на мероприятиях международного уровня, а именно в Париже, где показали достойные результаты. Сегодня здесь обучаются талантливые дети, которые подают надежды и также планируют свое будущее связать именно с музыкой. Для меня моя работа, я не могу выразить словами, для меня это жизнь. Если у меня что-то не складывается на работе, у меня, можно сказать, не складывается в жизни. Я полно удовлетворима получать от своей работы. Я безумно люблю свою работу. Я ни разу в жизни не пожалела, что выбрала именно эту профессию. Просто в другой профессии я бы себя даже не увидела, несмотря на то, что я школу закончила отлично. Я люблю свою профессию, я люблю своих учеников. И мне очень в жизни повезло. Я считаю, что каждому преподавателю должно повезти в жизни. Но мне везет постоянно. В моей жизни такие встречаются ученики, просто таланты и звезды. У меня, можно сказать, что каждый ученик талантлив по-своему. И я благодарна жизни за то, что она мне дает именно таких талантливых учеников. Как говорят преподаватели, дети, занимаясь музыкой, постоянно тренируют мозг. Они лучше считают, запоминают. У них более развит интеллект, богаче словарный запас. К тому же они на порядок организований, ответственней, дисциплинированны и трудолюбивы. И вообще музыка – это наилучший путь к будущему успеху человека, считают педагоги учебного заведения. Ангелина Губайдулина, Александр Елисеев. Авторское телевидение «Березово» «Приполярный». И к новостям спорта. Сборная России по хоккею с шайбой завоевала золото на недавней Олимпиаде в Южной Корее. Надо сказать, впервые за последние 26 лет. А в это время юные хоккеисты из Игрима, Нягани, Урая, Тюмени и Октябрьского района боролись за престижный кубок Александра Ноктева. Турнир традиционно проходил на ледовой арене «Айсберг» в городском поселении Игрим. Куда отправился очередной 14-й кубок победителя, расскажет Оксана Дятлова. Очередной 14-й по счету турнир по хоккею с шайбой среди детских команд приурочили и посвятили 70-летнему юбилею, который недавно отпраздновал основатель и учредитель этой замечательной спортивной традиции Александр Иванович Ноктев. На церемонии открытия его ждала еще одна заслуженная награда. Александр Иванович в декабре 2017 года ему присвоено звание почетного труженика Березовского района. Детский кубок «Ноктево» Александр Иванович считает открытым! АПЛОДИСМЕНТЫ Для гостей соревнований и главных действующих лиц, игроков, команд, участниц, организаторы подготовили целое театрализованное представление в национальном стиле коренных народов Севера. На турнир съехалось много почетных гостей. Впервые здесь побывали представители окружной федерации хоккея и тренерского штаба хоккейного клуба «Югра». Мы рады приветствовать вас в нашем замечательном и гостепейном поселке Березовского района. И, конечно же, в самой подражаемой из-за бюджетной литровой арене «Азни». Сегодня Кринск становится центром притяжения спортивной жизни. А в центре этого спортивного притяжения вегетальный и очень замечательный человек Александр Иванович Шолков. Благодаря его нашим развиваться в поселке Березовский район. И именно хоккея заразился Березовский район, хоккея заразилась в середине утра. Также Игорь Губкин отметил, что теперь в Югре этим видом спорта занимаются почти 10 тысяч югорчан. По словам еще одного почетного гостя турнира, вице-президента Федерации хоккея Югры Юрия Варенюка, ни в одной из спортивных школ округа нет такой многолетней традиции, как кубок Александра Ногтева. А началось все в далеком 1977 году, когда Александр Иванович собрал обычных игримских мальчишек, сколотил команду и начал их тренировать. Когда вышел на пенсию и переехал в Тюмень, свое любимое дело не забросил и основал кубок, который вот уже 14 лет остается одной из престижнейших наград для юных хоккеистов. Ну а для Александра Ногтева этот турнир прежде всего связь с родным поселком, где он провел свои лучшие годы жизни. Это общение, во-первых, с игримчанами, во-вторых, я очень рад общению с детьми. Они для меня, я для них стараюсь. Я за 1200 верст приехал с полковником сюда. Мы эти турниры начинали организовывать как со стола, грубо говоря, в вагончике сидели и мечтали когда-то о чем-то и тому подобное. Конечно, мы никогда не верили, что это все случится, но вчера вот мы подвели итоги, что за 14 лет все, что мы когда-то планировали, и я здесь проживал, все это осуществилось. Замечательный человек, нам нужно равняться, и хорошо, что у нас есть такие наставники, которые нам дают возможность и понимание, для чего мы работаем, куда движемся, для чего воспитываем детей. И это очень замечательный момент. На этот турнир съехалось пять команд. Если бы не объявленный карантин, участников могло быть больше. Но и этот состав обеспечил болельщиков яркой, захватывающей игрой. В течение трех дней команды отрабатывали свое лидерство. Тюменский Рубин одержал убедительные победы в игре с Нягонским Сибиряком, счет игры 10-1, и с командой Норд-Оп из Октябрьского района 17-0. Игримский Айсберг также поразил всех разгромным счетом. 11-0 и 18-3 в свою пользу. На хозяина турнира хорошее впечатление произвели все команды, но особенно Александр Иванович отметил Нягонских Сибиряков и Игримский Айсберг. Мне понравилось, прибавили сильно они, с вводом Ледового дворца сильно прибавили, пацаны. Команда меня очень удивила, команда Сибиряков. Ну, команда молодая, команда новая, команда не полностью комплектованная. Честно сказать, я болею за Игрим. Ехал, хотел болеть за Рубин, а сейчас болею за Игрим. Отличный турнир. Он 14-й, ну, 15-й, наверное, еще лучше будет. Этот турнир запомнится еще двумя интересными событиями. Впервые в конференц-зале Айсберга прошел обучающий семинар для судей. По его окончании участники получили возможность сдать тест на категорию. А между играми также впервые были организованы мастер-классы от профессиональных наставников. На этот раз в Игрим приехали генеральный менеджер хоккейного клуба «Югра» Евгений Хацей и тренер, мастер спорта по хоккее международного класса Евгений Хвостов. Сегодня мы имеем возможность наблюдать тренерский состав хоккейного клуба «Югра» во главе с генеральным менеджером Евгением Хацеем, который, ко всем прочим, является обладателем Кубка Гагарина в составе команды Омского авангарда. И, собственно говоря, делятся эти ребята здесь мастерством с подрастающими хоккеистами Игрима. В мастер-классе поучаствовали все игроки, начиная с самых юных хоккеистов, которые совсем недавно только встали на коньки. Было принято решение сначала мы с ними поделились, но больше был упор сделан на катание, потому что они маленькие, надо, чтобы научились кататься хорошо. Хоккеи важно это очень. А те, кто на турнире уже принимают участие, это ребята старше, там мы уже больше поработали над передачами и над завершением атак, забивать голы, потому что без голов не будет побед. Ребята есть достойные, которые в будущем могут попасть сначала в команду МХЛ, а там уже будет от них зависеть, как они дальше. Так что заниматься спортом на хоккеи. Ну а что касается финального матча, главными претендентами на победу стали хозяева площадки Игримская команда «Айсберг» и Тюменский клуб «Рубин». Шансы у обеих команд были примерно одинаковые, поэтому накал страстей на трибуне сложно описать словами. Эта решающая игра обслуживалась местной судейской бригадой под руководством судьи Федерации хоккея Югры Кирилла Огурцова. На первой же минуте тюменцы открыли счет. В середине второго периода «Айсберг» ответил «Рубину» первым удачным попаданием в ворота. Третий период принес игримчанам еще три забитых гола. Сигнальная сирена зафиксировала счет. 4-1 в пользу игримского клуба «Айсберг». Тюмен, огромное спасибо вам! Ребята «Айсберг» молодцы, поздравляем! Молодцы, вы растете, вы наша надежда в наш сегодняшний и завтрашний день. Огромное спасибо всем организаторам! Игрим еще раз поздравляю с праздником спорта! Так держать в размере «Айсберг» и «Рубин» и «Рубин» и «Рубин» и «Рубин»! Который, кстати, в прошлом году завоевала краснотуринская команда «Барс», вновь вернулся на родину в игримский клуб «Айсберг». Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березово» и «Грин». Это вся информация на сегодня. Если вы что-то пропустили, в любое время все наши программы теперь можно посмотреть и в социальных сетях. Группа АТВ «Березово» всегда ВКонтакте. В студии для вас работала Ангелина Губайдулина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин